МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жители Наринмара хотят видеть в городе больше зеленых насаждений, считают, что развитие социальной инфраструктуры должно проходить вкупе с транспортной, а иными словами, желают, чтобы Наринмар стал благоустроенным, удобным и комфортным для проживания. Об этом речь шла на публичных слушаниях, посвященных обсуждению проекта планировки и проекта межевания столицы региона. Предмет публичного обсуждения – проект планировки и межевания Наринмара, подготовленный омской компанией «Арт Геоника». Специалисты разработали план развития городской территории на 30 лет вперед на основании генерального градостроительного плана, государственных и муниципальных программ, строительства жилья, объектов социального назначения, дорог и иных объектов. Проект учитывает все стройки Наринмара в перспективном будущем. Однако у участников публичных слушаний все же нашли замечания к проектировщикам. «Это район Минского адресно-экономического техникума. Там тоже предполагается, я так понимаю, малоэтажная застройка, что город – это зелье любшего цехостанцев. И вот знаете, что приходит в голову? У нас в городе катастрофически не хватает зеленых насадей. Вы просто назовите мне, где есть парк, где нет ничего. Мы сейчас все под жилье, под офисы, под всякие общественные объекты. И негде погулять просто, выйти погулять с детьми. Давайте в этом месте сделаем скверик хотя бы небольшой. Просьба к разработчикам, серьезно подумайте». Заинтересовало участников публичных слушаний и наличие в проекте экзотических для Наринмара объектов. «Будет открыт еще один новый кинотеатр и аквапарк. По предложениям участников публичных слушаний в проект планировки и межевания внесут определенные коррективы. У нас, значит, на территории города и искателей отсутствует штрафстоянка. Здесь она предусмотрена, ведь и не… «Какого обращения не было?» «Ну, это норма федерального контакта, то есть тоже…» «Давайте, да, сейчас об этом учтем. Просьба, да, уточнить». Все замечания и предложения участников публичных слушаний учтут. Напомню, что проект планировки и межевания Наринмара включает развитие его территории, строительство жилья, объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, благоустройство и озеленение городских территорий. Расчетный период притворения проекта в жизнь – 30 лет. Документация по планировке территорий Наринмара, разработанная омской компанией «Арт-Геоник», опубликована на официальном сайте Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Неницкого округа. Ирина Цепетова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». От их усердия зависит комфорт автомобилистов и пешеходов, количество затраченного времени до работы или важной встречи. Сегодня дорожники играют большую роль в жизни города, который невозможно представить без дорог. На территории Неницкого округа протяженность автомобильной дорожной сети общего пользования составляет 329 километров. За ее расширение, ремонт и эксплуатацию отвечает окружное предприятие «Наринмар-Дориумстрой». Накануне профессионального праздника, который ежегодно отмечается в 3 воскресенье октября, сотрудников предприятия принимали поздравления. Горячим это лето выдалось не только для тех, кто отдыхал в Неницком округе и грелся на аномально жарком солнце, но и у дорожников. Уже второй год подряд они активно обновляют дорожную сеть города. Чтобы воплотить амбициозные планы в жизнь, необходимы не только немалые финансовые средства, качественные стройматериалы и техника. Без умелых рук профессионалов, пожелание скатертью дорога приобретает противоположный смысл. Сегодня на окружном предприятии Наринмар-Дориумстрой, которое занимается ремонтом, содержанием и эксплуатацией дорог, работают люди, любящие свою профессию. Устроился, был обыкновенным рабочим, потом пошло и поехало, вверх-вверх-вверх пополз, и потом выучился на погрузчик и так далее, и тому подобное. Жизнь продолжается. Десять лет уже прекрасно себя чувствую, всем желаю добра, тем более в праздник. Всегда просыпаемся и засыпаемся с одной целью – что-то доделать, либо не доделать. Сейчас как раз осень, и тем более огромное количество недоделанных вещей. Сейчас даже выкрыл минутку и не докатал там. Вот асфальты, поэтому всегда в работе. В День дорожника слова поздравления звучат в адрес работников именно этого предприятия. Мощная материально-производственная база позволяет круглогодично эксплуатировать городские пути. Есть даже свой асфальтобетонный завод, который производит материал для строительства дорог. Для полноценной работы завод практически полностью восстановили и перестроили. В 2015 году обновленные мощности позволили выпустить более 20 тысяч тонн асфальтовой смеси. В этом году – порядка 15 тысяч. Как говорит ведущий инженер предприятия Ольга Михеева, объемы работ значительно выросли в последние годы. 37 лет назад, когда она пришла работать в дорожную сферу, численность работников отрасли насчитывала около 30 человек. Сегодня в штате предприятия их более 120. Я пришла, начинала работать помощником мастера. Была такая раньше должность, потом мастером. И строили мы дорогу на Ринмар-Красный. Тогда еще только начинали 4 километра. Еще не было этих дорог до 40. В общем, на моей памяти как раз построили 42 километра на Ринмар-Красный. Потом у нас была дорога на Ринмар-Усинск, участок на Ринмар-Лаевош. Это было у нас строительство дорог. Когда строительства не было, было, значит, у нас содержание городских дорог перешли потом. С каждым годом количество автомобилей в городе растет, что повышает нагрузку на дороги. А это значит, предстоит немалая работа по расширению дорожной сети, которая сделает жизнь пешеходов и автомобилистов округа комфортной. В регионе продолжена работа по устройству пешеходных переходов по национальным стандартам. За строительный сезон на территории Ринмара и поселка Искатели дорожники установили более 30 пандусов на пешеходных переходах. Работы профинансированы за счет средств окружного бюджета. Как пояснили в профильном департаменте, пандусы обеспечивают удобный съезд маломобильным группам населения с тротуаров на проезжую часть. Ранее существующие съезды скорее затрудняли, чем облегчали передвижение людей с ограниченными возможностями здоровья, пользующихся инвалидными колясками. Проблемы были и у родителей, гуляющих с колясками. В ближайшее время в надлежащий вид приведут еще семь пандусов, два в Ринмаре и пять в Искателе. Кроме того, приведены в нормативное состояние более 30 пешеходных переходов на улицах Ленина, Ваучейского, Полярной, Хатанзейского, Пурерки, Первомайской, Ненецкой, Поморской и других. Работы включали доведение пешеходной дорожки до проезжей части, установку пешеходных ограждений, устройство пешеходных дорожек, переносы дорожных знаков. Кроме того, новые национальные стандарты предписывают установку на пешеходных переходах возле образовательных организаций светофоров с мигающим желтым светом. В настоящее время Дирекция транспорта готовит закупочную процедуру для объявления аукциона. Также перед каждым нерегулируемым переходом у образовательных организаций предусмотрено устройство искусственных неровностей лежачих полицейских. На вооружение региональных полицейских поступил новый высокоскоростной катер. Новый катер станет флагманом полицейской флотилии округа. В Сургут и в Пермь в Ненецком округе появится новый авиаперевозчик. Новый авиаперевозчик обеспечит воздушное сообщение столицы Ненецкого округа с Пермью и Сургутом. Новые регулярные авиарейсы открывает авиакомпания «Турухан». Полеты будут осуществляться в рамках программы субсидирования региональных перевозок в соответствии с постановлением правительства. Маршруты внесены Федеральным агентством воздушного транспорта в перечень подлежащих субсидированию в 2016 году. Полеты авиакомпания «Турухан» начнет выполнять с 24 октября с частотой два раза в неделю. Из Сургута в Перми и Наринмар по понедельникам и пятницам в 9.50, из Перми в Наринмар в 14.35. Обратный рейс будет отправляться из Наринмара в Перми и Сургут в 16.30, из Перми в Сургут в 22.30. Полеты будут выполняться на воздушных судах Ан-24. Минимальный тариф для полетов из Сургута в Пермь составит 2980 рублей, из Сургута в Наринмар – 5960 рублей соответственно. Дополнительных сборов к указанным тарифам авиакомпании не предусмотрено. Продажа билетов уже открыта в кассах бронирования, агентских сетях и на интернет-ресурсах. Маневренность и оперативность. На вооружение региональных полицейских поступил новый высокоскоростной катер, который был приобретен в рамках государственного оборонного заказа специально для Неницкого округа для наиболее эффективного выполнения служебных и оперативно-боевых задач. Несомненно, новый катер станет флагманом во флотилии нашего округа. Елена Семеновичева оценила его преимущества. Остановиться на полном ходу и начать танцы на воде – такое под силу только ему. Новенький катер отечественного производства или же мотолодка КС-701М поступила на вооружение регионального управления внутренних дел. Технические характеристики новичка впечатляют. Например, он обладает уникальной возможностью перевести ручку реверса с переднего на задний ход и буквально остановить на месте идущий на полной скорости катер. Такой подарок полицейские ждали целых два года. Эффективное выполнение оперативно-служебных и служебно-боевых задач в условиях нашего Ненецко-автономного округа, отличающего своими специфическими условиями, конечно же, во многом зависит не только от канрового состава, но и от уровня материально-технического обеспечения. Это очень важно в условиях Крайнего Севера, это очень важно в условиях артической зоны Российской Федерации, когда дисбаланс между материально-техническим обеспечением и уровнем криминогенности населения должен быть сведен к минимуму, а в целом этот дисбаланс должен быть сведен к нулевому порогу. Поражает и скорость катера. Буквально за 15 секунд успособен разогнаться до 85 км в час, что, несомненно, пригодится полицейским с открытием навигационного периода. По словам старшины полиции Александра Кобиц, который занимался доставкой красавца в округ, его смело можно назвать реактивным самолетом на воде. «Очень большое превосходство то, что 30 сантиметров ей хватает глубины для полного хода. Нету ноги, нету винта, водомет, как реактивный самолет. Очень мощный двигатель, хороший запас хода. Со скоростью 60-70 км в час до полной остановки 5-7 метров. Очень быстро останавливается, быстро разворачивается, разворачивается на месте». Не имеет себе равных катер и на мелководье. Не сбавляя скорости, он проходит прямо через прибрежные кусты. Уникальный катер позволяет ходить по 30-сантиметровой глубине, перескакивая небольшие отмели, что особенно актуально для нашего округа. «Можно проскочить и помелить. Вообще по песку, просто без воды». Максимум комфорта и удобства и для экипажа. Просторная рубка, оборудованная камбузом и туалетом, и мягкие диваны для пассажиров. Новый катер также имеет большую носовую каюту с дополнительными спальными местами. Пульт управления катером оснащен самыми современными средствами навигации и связи. «Скоростной катер КС-701М предназначен для проведения инспекционных работ, для патрулирования во внутренних акваториях и прибрежных районах морей. Катер имеет пассажировую вместимость 8 человек. Автономность его составляет по пресной воде и провизии одни сутки из расчета на 8 человек. Катер у нас обладает силовой установкой мощностью 435 лошадиных сил. Водометный движитель позволяет использовать его на малых глубинах. Катер у нас оборудован системами мытьевой воды, отопления, осушения. Катер оборудован сигнальной громкоговорящей установкой. Катер имеет радарную установку с преобразованием цифрового сигнала. Катер у нас оборудован датчиками приема сигналов. ГЛОНАСС GPS имеет датчик эхолота». Безусловно, новый катер станет флагманом во флотилии нашего управления. В прошлом году она была пополнена пятью моторными лодками. Но списывая со счетов ветерана, полицейский теплоход «Мирослав Хренивский», названного в честь полицейского из села Великовисочное Мирослава Хренивского, который трагически погиб при выполнении служебных обязанностей, никто не собирается. Наоборот, они будут работать в жесткой связке и взаимодополнять друг друга. К выполнению своих обязанностей новенький боевой катер приступит с началом навигации 2017 года, а пока будет обживаться на новом месте и знакомиться со своими старшими собратьями. Перспективы развития почтовой сети, во многом обеспечивающие жизнедеятельность на селе, губернатор округа Игорь Кошин обсудил с региональным руководителем Почты России Юрием Игнатенко, который месяц назад вступил в должность директора. В окружном филиале Почты России работают 185 человек. Почта имеет разветвленную сеть, в том числе 25 сельских отделений, в 10 из которых трудится всего один человек. Из-за высокой стоимости содержания помещений и транспортировки отделение является дотационным. Разницу между расходами и доходами компенсирует федеральное государственное унитарное предприятие. Главная проблема на сегодняшний день – текучка кадров. Виной тому невысокая зарплата сотрудников почты и непростые условия труда. Для того, чтобы повысить доходную часть, городские и сельские почтовые отделения планируют увеличивать количество предоставляемых услуг. По словам главы региона, необходимо прийти к единому сервисному центру на селе, где в одном месте будут собраны МФС, почта и банк. Победители конкурса грантов для начинающих предпринимателей определят в Неницком округе. В Департаменте финансов и экономики состоялось заседание комиссии, которое определит победителей из числа тех, кто подал заявки. Всего зарегистрировано 23 заявки от начинающих предпринимателей Наринмара, поселков Искатели и Красное, села Несь. Представленные бизнес-проекты направлены в основном на развитие сельского хозяйства, производство и предоставление услуг населению. Свой проект Татьяна Вепрева вынашивала более 10 лет. Сейчас он уже на завершающей стадии. Готов кабинет со всем необходимым для занятия с детьми. Закуплены столы, стулья, картины и различный инвентарь для узких дисциплин. Наверное, мы необычны тем, что создаем такие направления, как дизайн, журналистика, литература. То есть мы будем работать вот в этих сферах для того, чтобы дети могли развиваться не только в спортивном или танцевальном направлении, не только, скажем, уметь рисовать, но еще и при этом что-то делать руками, создавать, уметь писать, уметь сочинять. На полученные от гранта средства предприниматель рассчитывает расширяться, открыть несколько подобных кабинетов в Наринмаре, а также в поселке Искателей. Для участия в конкурсе Татьяне, как и всем остальным претендентам, необходимо было иметь не менее 15% финансовых средств о стоимости проекта и, конечно, бизнес-идею, которую будущий бизнесмен намерен реализовать. Кроме того, на обсуждение конкурсной комиссии были представлены проекты по реализации молочных продуктов, организации электроработ, развлекательные услуги для детей, промышленный альпинизм, антиквар, лазерная стоматология и другие. Сегодня у нас выразили свое желание присутствовать 18 претендентов. Сейчас комиссия ведет свою работу. Им представляются экспертные заключения на каждого претендента. Далее претендент уже представляет свою заявку, рассказывает о ней, показывает презентацию, слайды, фотографии по своему проекту. И в последующем комиссия ему задает вопросы, уточняющие по проекту. Экспертная комиссия, состоящая из 12 человек, в течение нескольких дней будет подводить итоги. Каждый член комиссии выставит свою оценку претенденту, после чего они суммируются и будут выведены в сводную таблицу, в которой уже будет виден итоговый балл. На лучшие проекты планируется распределить 3,5 миллиона рублей. Всего в 2015 и в 2016 году состоялось три конкурса гранта, победителями которых стали 22 стартапа. На эти проекты из региональной казны было выделено более 12 миллионов рублей. Елена Семеновичева, Антон Водряков, Телеканал «Север». Молодежь со всей страны встретится в Сочи в 2017 году. Сегодня был дан обратный отчет старту. По всей России прошла эстафета за год до фестиваля. 20 тысяч самых активных молодых людей со всего мира встретятся в Сочи в 2017 году. Там пройдет Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Сегодня был дан обратный отчет старту. По всей России прошла эстафета за год до фестиваля. Всероссийской акцией присоединился и Ненецкий округ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова «Которая приблизит вас на один шажок к возможности поучаствовать в этой гигантской тусовке на 20 тысяч человек. Вы, кстати, подумайте, 20 тысяч человек. Это практически население города Наринмара. И вся эта толпа приедет в Сочи в бархатный сезон. Ну, просто лучше пожелать, нечего больше пожелать». 20 тысяч участников из 150 стран соберутся на одной молодежной платформе. Кроме того, планируется привлечь более 7 тысяч волонтеров, в числе которых будут и иностранные граждане. Рабочими языками фестиваля станут кроме русского, английский, французский, испанский, арабский и китайский. Напомню, Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Сочи с 14 по 22 октября 2017 года. На этом у меня все. Далее прогноз погоды.